К 24 годам наша зрительная система начинает работу свою полноценно и качественно. Ежегодно в мире рождается 15 миллионов недоношенных детей. Из них 33 тысячи становятся слепыми или слепыми с остаточным зрением. Какое поведение ребенка может свидетельствовать о том, что у него имеются какие-то нарушения зрения? Выявить особенности зрения своего ребенка не лишним. Всем привет! Это рубка постнауки, постнаука ТВ. Мы снова с вами и сегодня мы поговорим о зрении, как оно работает, какие бывают нарушения и методы коррекции и как помогают людям с особенностями зрения. У нас сегодня в гостях кандидат педагогических наук, старший научный сотрудник лаборатории комплексных исследований в области ранней помощи Института коррекционной педагогики Российской Академии Образования Татьяна Кудрина. Татьяна, здравствуйте! Здравствуйте! Этот разговор мы делаем вместе с грантом Абсолют Помощь в рамках большого проекта «Мир особенного ребенка». Вы можете ставить лайки, дизлайки, писать в комментариях, может быть мы о чем-то сегодня не договорим, или скажем неправильно, или скажем правильно и вам понравится. Все пишите, обязательно. Также подписывайтесь на наш канал, ставьте колокольчик, чтобы не упустить никакую информацию об этом во всем, и вы можете также поддерживать дело просвещения рублем. Это можно сделать по ссылке в описании, подписаться на любую комфортную для вас сумму. И там есть специальное тоже окошечко для комментариев, где можно все о нас рассказать нам. Ну что, я думаю, будем начинать. Давайте начнем с базовых вопросов, как вообще работает зрение, и в каких участках могут быть проблемы, что что-нибудь поломается. Зрение – это способность видеть. Благодаря чему мы видим? Благодаря функциям зрительным их всего пять. А самая главная функция, по которой мы судим о качестве зрения, – это острота зрения. Способность человека видеть две точки на максимальном расстоянии от них и на минимальном расстоянии между ними. Чтобы представить себе, как определяется острота зрения, представим таблицу в кабинете офтальмолога. Там 12 строчек. Это табличка Сивцева. И эти 10 строчек, которые мы можем сверху вниз прочитать. Там шесть букв разных. И вот 10 строчка снизу, если вы читаете буквы в этой строчке, у вас зрение единица. 10 снизу или сверху? 10 снизу, сверху, если вы будете считать. Первая – это Ш и Б, буквы, две самые крупные буквы. Дальше количество букв в каждой строчке увеличивается, а их размер уменьшается пропорционально. И до такой степени уменьшается, что в 10 строчке между элементами буквы Ш расстояние всего меньше полутора миллиметров. Если вы различаете на 10 строчке эту букву, у вас зрение единица. Но еще же есть две строчки. Еще здесь 11 и 12 строчки. Оказывается, что у человека, у среднестатистического, может быть и зрение выше единицы. 1,2, 1,4 даже. То есть вот такие вот зрячие совсем, с остротой зрения очень высокой. Но острота зрения – это не единственная функция, по которой мы судим о качестве зрения. Следующая очень значимая функция зрения – это поле зрения. Еще называется эта функция периферическое зрение. Это то пространство, которое мы можем обнаруживать, когда наше лицо, наша голова повернута вперед, и мы смотрим вперед. Все равно пространство, которое вокруг нас, мы обнаруживаем не так четко, как если бы мы точно на него смотрели, но каждый предмет мы видим. А пространство, которое мы видим, оно неравномерно нами видится в горизонтальной вертикальной плоскости. Вот представьте, что вы стоите, смотрите вперед. В это время вы поднимаете руки, которые, в стороны поднимаете руки. Вот так. Да, да, вот так. Сейчас все наши зрители. Да, и начинаете вращать ладонями. Попробуйте. Вы видите вращение. Не четко, но вы видите. Да, да. Вот. Это значит, что ваше поле зрения 180 градусов. Это хорошее поле зрения. Но если мы возьмем определять поле зрения в вертикальной плоскости сверху вниз, оно будет меньше. Стоя. То есть... Да, да. Рука уже... Да, рука уже у вас находится вне поля зрения. А ну брови мешать нужно. Конечно, конечно. Нам мешает часть лица, которая защищает наш глаз. И, в общем-то, нам достаточно и того, что 180 градусов по горизонтали идет. Это связано с тем, что нам необходимо чувствовать себя в безопасности. По горизонтали вот это широкое пространство нам дает возможность увидеть, увидеть, кто к нам приближается, или увидеть большое количество предметов, которые могут быть помехой при перемещении в нашем пространстве. Вот эти две функции, поле зрения и острота зрения, служат для того, чтобы понимать, у вас какое зрение. Хорошее или нарушенное. Это два главных показателя. Но мы забыли, что еще есть еще три функции, которые считаются менее основными, но не очень главными, но очень важными на самом деле. Это световая адаптация, то есть возможность воспринимать предметы, видеть предметы при разной освещенности. Все знают пословицу «ночью все кошки серы». Наши колбочки перестают при малом освещении работать, а палочки воспринимают этот цвет, но они не способны различать цвет. То есть мы можем увидеть предмет, но цвет его навряд ли определим. Следующая функция называется «цветовое ощущение». То есть это наша способность различать цвета, оттенки окружающих предметов. Но на самом деле чувствительных клеток, которые могут воспринимать цвет, их всего три вида. Это на самом деле красный цвет, колбочки, которые воспринимают красный цвет, зеленый цвет и фиолетовый. Все остальные цвета и оттенки – это сочетание этих основных трёх цветов. Как работают колбочки? Разве не синий? Фиолетовый. А где вы прочитали про синий вопрос? Я просто подумала, что фиолетовый – это же комбинация красного и синего? Ну, да ладно, извините, что перебила. Я подумала, вы оговорились, а вот как оно всё происходит. Да, красные, зелёные и фиолетовые. И благодаря им мы и ощущаем всю полноту палитры цветовой. Ещё одна функция, которая очень важная для того, чтобы мы хорошо видели, это функция, которая называется «бинокулярное зрение». «бинокулярное зрение» – это способность видеть двумя глазами. Что оно нам даёт? Оно нам даёт, во-первых, способность видеть протяжённость пространства, его глубину. Даёт возможность видеть рельефы. И это очень важно нам для того, чтобы мы могли хорошо ориентироваться и были в безопасности. оценка расстояния до предмета особенно важна в наш стремительный век. Оценить, насколько быстро к вам приближается транспортное средство, согласитесь, очень важно. Хочу сказать, что вот этот характер зрения «бинокулярный», то есть умение видеть двумя глазами и иметь стереозрение, 3D-зрение, оно дано не каждому. И часть наших зрителей могут даже не подозревать, что они имеют монокулярное зрение. Монокулярное зрение не мешает взрослым уже людям иметь хороший глазомер и определять глубину пространства. Дело в том, что отсутствие бинокулярного зрения компенсируется мыслительными процессами. И мы можем с помощью нашего мышления подстраивать вот эти знания наши под нужды ориентировки в пространстве или определения расстояния. Как это можно определить, что предмет один находится дальше другого, если у вас нет 3D-зрения, стереоскопического зрения бинокулярного? Во-первых, тот предмет, который дальше, он будет меньше, если предметы одного приблизительно размера. Человеческая фигура, та, которая кажется меньше, она находится дальше от нас. Второй признак, по которому можно определить, что предмет находится дальше. Предмет, который находится дальше, он перекрывается предметом, который видится ближе. То есть мы часть дальнего предмета не видим, зато тот предмет, который к нам ближе всего, он полностью виден. Как мы видим, все пять функций в наличии дают нам возможность Совершенно полно отражать действительность, которая вокруг нас При этом отражать одномоментно в динамике Видеть все, что происходит Видеть очень полно, цельно И именно это делает зрение тем инструментом, которым очень удобно пользоваться И который дает максимальное количество информации Какую информацию зрение вообще может дать? Когда мы думаем о зрении, мы думаем о том, что мы видим хорошо предметы Свойства предметов, только ли это Давайте поговорим о том, а что, в общем-то, мы видим Что мы с помощью зрения можем воспринимать Кроме предметов Ну, смотрите, мы можем понимать вообще, я не знаю Задымленность пространства Что еще? Ну, расстояние Световые какие-то, темно, светло на улице Кто выключил свет О, ну да, мы же и свойства Ну, мы скорость можем предположить Наверное, ну, там, траекторию движения Что-нибудь такое Да, очень много признаков, предметов Мы можем действительно обнаружить с помощью зрения Вот все, что вы назвали Это признаки предмета Скорость, расстояние, да Цвет, величина И даже зрительно мы можем определить Из какого материала сделан предмет Действительно, мы можем видеть предметный мир Во всем его многообразии Во всей его динамике Это важно Но самое главное свойство зрения Что мы можем видеть человека С его эмоциями, с его отношением И это главное на самом деле И меня всегда поражало Вот такое мнение Что зрение для предметов существует Зрение существует для того Чтобы мы видели самых дорогих нам людей Чтобы мы могли их различать Любоваться ими Видеть их эмоции И через эти эмоции Понимать отношение к нам Отношение к происходящему А существует ли по-настоящему Сто процентное зрение То есть если все вот эти пять критериев Хорошего зрения работают по полной То получается у нас стопроцентное зрение Если вам комфортно с вашим зрением Если вы не испытываете неудобств Если зрение полностью решает все задачи Которые вы ставите перед ним Да, оно у вас нормальное Критерием стопроцентного зрения Является единица остроты зрения И поле зрения полное Но и не лишним было бы иметь в наличии Работающие остальные функции зрения Давайте немного поговорим о физиологии Напомним нашим зрителям Может быть школьную программу Или знаете в некоторых дисциплинах Вот ты приходишь в университет Тебе говорят в школе все врали Может быть и здесь нам что-то Что-то не договаривали в школе Давайте поговорим о том, как физиологически работает зрение Зрение – это сложная система Считается, что зрительная система Это нервная система, выведенная наружу Глаз – это часть нервной системы Которую мы можем видеть И вся зрительная система состоит из трех частей То есть это периферическое зрение Это глаз наш Глаз, который мы видим Дальше идут проводящие пути Которые соединяют глаз Принимающую информацию, сетчатку С центральным отделом Вот центральный отдел – это третья часть Именно в коре головного мозга Происходит обработка всей информации Которая доходит до нас Через проводящие пути Эти зрительные нервы, зрительный тракт И важно, чтобы вся информация Которую мы можем получить Сеть зрительная Она без препятствий дошла Именно до центральной нервной системы До ассоциативных центров коры головного мозга Очень важно, чтобы периферический отдел был здоров Прозрачные среды, через которые проходит свет Роговица, хрусталик Чтобы сетчатка была в хорошем состоянии Все клетки сетчатки Кобочки и палочки хорошо работали И весь световой поток Который приняла сетчатка Смог бы быть проведен По проводящим путям К центральной нервной системе Именно это Может обеспечить Именно хорошую работу Зрительной системы А значит хорошее зрение Давайте теперь поговорим о нарушениях Надо полагать Из вот этой системы Ну как бы Трехступенчатой системы Любое свино может быть поломано А то и наверное несколько раз Что может пойти не так И какие бывают вот в целом нарушения Может быть их как-то Я понимаю, что их наверное очень много Может быть есть какие-то группы Чтобы мы могли себе получше это представить Да, действительно Нарушения могут быть В каждой части зрительной системы Периферической Проводящей Центральной Могут быть сочетания Нарушений Где задействовано И проводящий отдел И сегодня Выделяются В отечественной науке Три категории детей Которые имеют нарушение зрения Это дети слепые Это дети Слабовидящие И дети с функциональными Расстройствами зрения Каждая из этих больших групп Тоже неоднородна Внутри каждой группы Имеются Подгруппы детей Но об этом мы чуть позже А сейчас про Вот Три большие группы Как мы их делим Слепые дети Это дети Которые не могут воспринимать Полноценно Зрительную информацию Это дети Которые В своем познании мира Используют Альтернативные Зрению пути Слабовидящие дети Это дети С нарушением зрения У них страдает Острота зрения Поле зрения И Другие Функции Могут страдать Но эти дети Могут Использовать Вот это нарушенное зрение В познавательной деятельности Они могут Обнаруживать Видеть предметы Они могут Научиться Читать Плоский шрифт Третья группа детей Это дети С функциональными Нарушениями Это дети С такими Известными Нарушениями Зрения Как Близорукость Дальнозоркость Амблиопия Косоглазия И Чем Характеризуется Вот это нарушение Зрения Оно обратимо Вот именно Эти дети Могут Получать Лечение И Можно Надеяться На то Что у них Восстановятся Их зрительные Функции Ну и Хочется еще Сказать Что Помощь этим Детям Может быть Оказана Здесь и Сейчас Если у Ребенка Меопия Ему Могут Выписать Очки С Нужными Диоптриями Ребенок Надевает Очки Он Становится Обладателем Сто Процентного Зрения В очках Вернемся К предыдущей Группе Детей Это Слабовидящие Дети Они тоже Носят очки Но Вот такой Помощи От очков Надел очки И сразу У тебя Стопроцентное Зрение Не ожидается Улучшения Могут быть Крайне Незначительные То есть До единицы В очках Эти дети Поднять Свою остроту Зрения Не могут Обычно Это дети У них Самые Высокие Пороги Показателя Остроты Зрения Это 0,4 В очках То есть Это самое Лучшее Что можно От них От этого Зрения Ожидать И Мы опять же Говорим о том Что Мы ориентируемся На остроту Зрения Но еще же Есть поле зрения Вот обычно У детей Слабовидящих Слабовидящих У них Нарушено Поле зрения Поле зрения Может выпадать Поле зрения Сверху Снизу То есть Это такое Ограничение Ограничение Поле зрения Можно представить Таким образом Если вы Поставите Ладошки Свои И Не сможете Увидеть Те предметы Которые находятся За границей Ладошек Своих И Выпадение Этих Поле зрения Может быть Не только Справа Слева Оно может быть Сверху Снизу Да Как экран Вот такое Ограничение И Может быть Внутри Поля зрения То есть Если вы Будете У вас будет Цель Посмотреть На что-то Вы найдете Положение Головы При котором Сможете Рассмотреть Тот предмет Который Находится Перед вами Который Вы желаете Посмотреть Но не всегда Это Бывает Возможно Кроме того Мы говорим О предметах А есть еще Восприятие Человеческого Лица Теперь представьте Что у ребенка У которого Есть выпадение Зрения Допустим Верхняя часть Поля зрения Выпала Он Не может Видеть Выражение Ваших глаз Часть лица Вашего Лица Собеседника Он не видит Но если он Будет смотреть Вот так То будет Свидеть Да Если он Будет Закидывать Лицо То есть Делать Такие движения При которых Ему лучше Видно Он может Рассмотреть Теперь представьте Что у ребенка Выпадение Поля зрения Снизу Он не видит Артикуляцию Вашу Он не видит Что вы говорите Ему Необходимо Опять же Сделать Какое-то движение Чтобы Рассмотреть То что Происходит Да И Ребенок У которого Выпадение Нижнего поля Зрения Он не может Видеть Не только Артикуляцию Говорящего Человека С ним Улыбку Этого Человека Но Самое Опасное Что он Не может Видеть Эти предметы Которые Находятся Под его Ногами Может Споткнуться Вы Затронули Интересный Момент Что Люди Например С Близорукостью Их зрение Можно Довести Остроту Зрения Можно Довести До единицы До стопроцентного А люди Слабовидящие Какие бы очки Они не наносили Здесь У них Только 0,4 Может быть Вот Проблема В Линзах Мы еще Не придумали Какие-то Очень хорошие Или что Случай Почему так Да Очень важно Различать Детей С функциональными Нарушениями Что такое Нарушена Функция Это Нарушена Работа Мышцы Мышцу Накачали Мышца Работает Хорошо Функция Восстановлена Или Плохое Питание Было Мышцу Напитали Напитали Среды И они Восстановили Свою Функцию Свою Работу Это в случае Если у ребенка Функциональное Нарушение Зрения Функции Восстанавливаются Если У них Эти функции Нарушение Неорганическое В случае Слабовидения Нарушение Органическое Это связано С изменениями Ткани Нервной Системы Чего нет Когда Нарушены Функции Вследствие Того Что Нарушается Иннервация Работа Нарушается Вследствие Какого-то Фактора Негативного Слабовидящий Ребенок Это ребенок У которого Не просто Какое-то Заболевание Глазное У него Целый Букет Заболеваний В том числе И Осложнение От этих Заболеваний И при этом Если вовремя Не помочь То Как снежный Ком Нарастает Неблагополучие И ухудшается Состояние В целом Зрительной Работы Поэтому Простое Решение С очками Не решение Проблемы Здесь Проблема В комплексном Лечении В комплексной Поддержке Но опять же Нарушенного Зрения Как часто Вообще В детском Возрасте Встречаются Подобные Проблемы Нарушения Если Говорить О статистике То такой Точной Статистики Нет Опять же Дети С нарушением Зрения Если Такая Статистика Будет То она Будет Опять же Неполной Потому что Сюда Не войдут Дети У которых Есть Нарушение Зрения Но они Еще Не Обнаружены Это Дети Первых Лет Жизни Мы Крайне Редко Можем Можем Увидеть Ребенка Полностью Обследовано С полностью Обследованного Офтальмологом Полностью Выявлены С полностью Выявленными У него Зрительными Функциями Это Очень сложно В этом Возрасте Точные Данные По статистике Я Назвать Не могу Но Хочу Сказать Что Тенденция К росту Наблюдается Детей С нарушением Зрения Количество Детей С нарушением Зрения Не уменьшается Ну Во-первых Потому Что Причины По которым Это нарушение Зрения Появляется У детей Эти причины Они никуда Не исчезают Например Вот Одна из причин Таких Основных Это Ретинопатия Недоношенных Это Заболевание Которое Проявляется У детей Маловесных И рожденных На ранних Сроках Гестации То есть Сроках Беременности Это 25 Неделя 26 Неделя А Мы Должны Помнить Что Ребенка Вынашивает Норма 38-40 Недель Так вот Ребенок Который Родился Преждевременно И имеет Малый Вес У него Есть Все Риски К нарушению Зрения И вот Таким Риском К нарушению Зрения Является Заболевание Ретинопатии Недоношенных По данным Всемирной Организации Здравоохранения Ежегодно В мире Рождается 15 миллионов Недоношенных Детей Из них 33 тысячи Это Дети Которые В результате Этого Заболевания Становятся Слепыми Или слепыми С остаточным Зрением Много Это Или мало Это Даже Не важно Важно То Что Это В наличии Этот Риск И Такие Дети Они Появляются Появляются Во всем Мире Это Общая Тенденция Что Касается Детей С функциональными Нарушениями Здесь Данные Есть Что 2 Процента 2,5 От общей Популяции Детей Имеют Амблиопию И косоглазию В том Или ином Виде Опять же Много Это Или мало 2,5 Процента Кажется Что Это Не очень Много Но На самом Деле Мы должны Понимать Что Это Какой-то Объем Детей Это Какое-то Количество Детей Которым Необходима Помощь Не только Медицинская Но и Педагогическая И Еще Напомню Что Причины По которым Происходит Какое-либо Нарушение Зрения Они Различны И Количество Этих Причин Количество Рисков К сожалению Не уменьшается А вы Сказали О том Что Человек Может быть Слепой Но с Остаточным Зрением Что это Значит Действительно Слепота Это Не То Что Ребенок Или человек Вообще Ничего Не Видит К слепым Относится Также Лица У которых Есть Какое-то Остаточное Так называемое Зрение Это зрение При котором Ребенок Он не может Опираться На свое Зрение Для того Чтобы правильно И полноценно Познавать Окружающий Мир К слепым Детям Относятся Тотально Слепые Дети Которые Не могут Различать Даже Свет И тьму Есть Дети Со Светоощущением Они Могут Ощущать Свет Различать Свет И тьму Есть Дети Которые Могут Обнаруживать Зрительным Способом Пальцы У лица Это Тысячные Доли Остроты Зрения Тысячные Доли Но тем не менее Ребенок Способен Обнаружить Что ему Показывают Пальцы И потянуться К ним И даже Иногда Посчитать Их Есть Дети Слепые С так называемым Форменным Зрением Это дети Которые Могут С помощью Своего Нарушенного Зрения Обнаруживать В пространстве Объект Какой-то Грубо Сканировать Его Размер Форму И И даже Узнавать По цвету То есть Вот такое Качество Зрения Конечно Не позволяет Выделить Детали Точно Узнать Объект Но Обнаружить Его В пространстве Ребенок Может Вот Любая Из возможностей Остаточного Зрения Для ребенка Очень важна Потому что Он может Эти возможности Использовать При ориентировке В пространстве Когда Например Ребенок Входит В комнату Свет Из окна Он может Обнаружить Он понимает Что там Его стол Там место Где он Играет Он может Смело Заходя В комнату Идти В направлении Этого Света Зная Что там Находится Точно Так же И дети У которых Есть Возможности Обнаружение Предмета Эти дети Очень хорошо Могут Ориентироваться В пространстве Они могут Обходить Препятствия Идти Какому-либо Ориентиру Это дает Мощные Возможности Для ребенка При Самостоятельном Перемещении Но Использовать Это зрение Ребенок Должен Конечно С помощью Взрослого Обучаться Этому Надо Остаточное Зрение Это то зрение Которым Ребенок Может И не Воспользоваться Вот Этот ресурс Окажется У него Незадействованным И только Если Ребенка Обучают Использовать Это зрение Ребенок Будет им Пользоваться При познании Мира И ориентировке В пространстве Но напомню Что это только Как дополнительный Канал информации Основными Каналами информации Будут другие Чувства Давайте Сейчас Поговорим Терапии Как часто Нарушение Зрения Вообще Можно Как-то Сгладить Или Вылечить Полностью Действительно С многими Болезнями Человечество Научилось Бороться И помогать Лицам Которые Имеют Эти заболевания Сейчас Хирургическая Помощь Также Стала Рутинной Уже Меняют Хрусталик Имплант Имплант Делают Делают Повышают Остроту зрения С помощью Насечек Наргавицу Эти Операции Когда-то Казались Фантастикой Сейчас Это Абсолютно Дежурные Рутинные Операции Которые Позволяют Позволяют Людям Иметь Хорошее Зрение Рутинной Операция Даже Стала Операция По На Сетчатке Когда Восстанавливают Когда Препятствуют Отслойке Сетчатки Делают Так Чтобы Сетчатка Прилегала К сосудистой Оболочке Крепко И Функционировала Эти Операции Они Высокоточные Они Очень Технологичные И Они Доступны Любому Жителю Земли В России Очень много Центров Которые Делают Такие Операции Надо Сказать Что В России Автомологическая Помощь Хирургическая В том числе На высоком Уровне И не только В столице Она Представлена Во многих Городах Российских И Это Очень Радует С другой Стороны У нас Есть И Большое Изобретение Да Такой Помощи Лицам С функциональными Нарушениями Зрения Это Наше Достижение Считаю Отечественное Дети С функциональными Нарушениями Зрения Амблиопия Косоглазия Да Они Раньше Получали Медицинскую Помощь Что это Значит Это значит Что С ними Работали Медики Повышая Остроту Зрения Аппаратно Да А потом Включались Педагоги В нашей Стране Были Организованы Детские Дошкольные Учреждения В которых Совмещалась Медицинская Работа И работа Педагогическая То есть Ребенок Попадая В это Учреждение Лечился Получал Лечение Аппаратное За ним Наблюдал Врач Офтальмолог Медистра Ортоптистка В это же Время С ним Работал Дефектолог Тифлопедагог И Программу Выполнял По развитию Зрительного Восприятия То есть Ребенок Получал Вот такую Комплексную Помощь В стенах Дошкольного Учреждения Даже больше Скажу Были открыты Не только Дошкольные Образовательные Учреждения И начальная Школа Чтобы ребенок Мог закрепить Успехи Лечения Амблиопии На начальном Уровне Обучения Чтобы ребенок Не потерял То зрение Когда Нагрузки Увеличиваются Он Опять же Получал Эту помощь И В средней школе Ребенок Шел С Хорошим Зрением Не потеряв Достижения Остроты Зрения Поле Зрения И зрительные Работоспособности Это тоже Своего рода Технология К сожалению Сейчас Меняется Трансформируется Способы Помощи Детям Но я думаю Что все Наработки Которые были Они говорят О том Что Те виды Помощи Которые Необходимы Детям С нарушением Зрения Они Не ограничиваются Только медициной Они Обязательно Эктраполируются На другую сферу На психолого-педагогическую Сферу Сферу образования Что тоже Очень важно И вот этот Такой посыл Он И сейчас Отражается На Вот Там Подходе Который Предлагается Ко всем детям УВЗ Это Детям с УВЗ Это Комплексная Помощь Медицинская Педагогическая Психологическая Только вот Комплексно Можно решать Эти проблемы Возможно Я задам Несколько Наивный вопрос Но вы сейчас Говорите О лечении Только функциональных Нарушений Я правильно понимаю Что Вылечить Слепых Или слабовидущих Людей Нельзя Когда мы говорили О причинах И говорили О том Что из себя Представляет Слепота И слабовидение Мы сказали Что это Органическое Поражение Центральной Нервной Системы Причина Может быть И что Это органическое Поражение Зрительной Системы Что Каждое Состояние Слепота Или слабовидение Это Комплекс Заболеваний Но Несмотря на то Что Вылечить Нельзя Некоторые Заболевания Мы Помочь Можем И вот Здесь Большая Задача Стоит Перед Психологами Педагогами Которые Будут Помогать Ребенку Со Слепотой Как вообще Происходит Эта работа И как Можно адаптировать Ребенка Со слепотой Или со Слабовидением В Обычную Жизнь Со Слепым Ребенком Работают Специалисты Которые Знают Особенности Развития Детей При Зрительных Нарушениях Это Специалисты Тифлопедагоги Они Обладают Высшим Образованием Дефектологическим Знают Особенности Развития Детей Закономерности Развития Всех Детей И в то же Время Знают Способы Помощи Этим Детям Таких Специалистов Готовят В педагогических Вузах В России Сейчас Это Два Вуза Раньше Один Вуз Готовил Одно Высшее Учебное Заведение Готовило Это Ленинградский Педагогический Институт Сейчас Это Российский Государственный Педагогический Университет Имени Александра Ивановича Герцена Это Самая Старейшая Кафедра И больше 90 лет Кафедра Тифлопедагогики И Самая Молодая Кафедра Тифлопедагогики Открытая Несколько Лет Назад В Московском Педагогическом Государственном Университете Вот Эти Два Высших Учебных Заведения Готовят Тифлопедагогов Которые Могут Работать С Лицами Имеющими Нарушение Зрения Кажется Это Очень мало Для всей Страны Да Вы правы Дефицит Мы здесь Наблюдаем И Здесь Действительно Есть Над чем Поработать Тифлопедагоги Это Уникальная Профессия Она Очень Сложная И Специалистов Этого Профиля Действительно Не хватает И в школах Не хватает И Я бы сказала Самая Острая Нехватка Это В службах Ранней Помощи Вот На самом Первом Этапе Образования Когда Мы Говорим О том Что Чем раньше Начинается Помощь Чем лучше Хотелось Бы Чтобы Специалисты На этой Ступени Образования Присутствовали Необходимые Для того Чтобы Обеспечить Помощь Семье Которая Столкнулась Вот с такой Проблемой Нарушения Зрения У ребенка Поговорим О том Как Начинает Развиваться Зрение С чего Оно Начинается Какие Этапы Проходят И к чему Мы приходим В результате Если Я вам скажу Что По разным Данным Наша Зрительная Система В полном Объеме Начинает Работать Полноценно К 7 Годам По другим Данным К 10 Годам А В одном Из зарубежных Изданий Я читала К 24 Годам Наша Зрительная Система Начинает Работу Свою Полноценно И качественно 24 Годам Она уже Портится Вот Но Такие Данные Есть О чем Это Говорит Это Говорит О том Что Зрительная Система Настраивается Долго Это Целый Сложный Процесс К нему Надо Подходить Очень Обдуманно И Конечно Как Можно Раньше Выявлять Неблагополучие А Как Получается Диагностировать Вот На таких Ранних Стадиях Развития Как Диагностировать Какие-то Нарушения Надо Вспомнить О том Что Зрение Формируется Прижизненно И И И Имеет Динамику Развития То есть Те показатели По которым Мы можем Судить О том Что изменяется У ребенка Как Изменяется Как Растет Качество Вот этих Показателей Показатели Остроты Зрения Поля Зрения И так далее Может Посмотреть Офтальмолог А вот Что можем Увидеть Мы Рядовые Наблюдатели Родители Мы можем Увидеть Что на Десятый День Жизни Ребенок Способен Обнаружить В поле Своего Зрения Дрейфующий Объект Неподвижные Предметы Ребенок Еще увидеть Не может Дрейфующий Объект Это Предмет Который Медленно Перемещается В пространстве Таким Предметом Обычно Является Мама Далее У ребенка Формируется Привычная Установка Что То что движется Интересно Надо рассматривать Его привлекают Объекты Движущиеся Их становится Больше Они чаще Появляются Перед ним И Надо сказать Что Таких объектов Может быть Несколько Много Родители Братья Сестры Появляются Уже Первые игрушки Которые Ребенку Показывают И Вот Эта Возможность Направлять Взор На этот Предмет Регулярно Часто Долго Дает Ребенку Возможность Уже Не просто Удерживать Предмет В поле Зрения Своем А еще И прослеживать За ним Ребенок Начинает Плавно Двигаться В сторону Слежения За предметом Первые Его движения Глаз Конечно Не очень Уверенные Не очень Четкие Они бывают Импульсивные Резкие Неплавные Помимо Умения Прослеживать И Растущее Умение Прослеживать За разными Предметами В разных Направлениях Растет И возможность Увеличивается Возможность Смотрения На предметы На разном Расстоянии Чуть Дальше Больше Метра Уже Три метра Ребенок Может Посмотреть На предметы К тому же Ребенок Имеет В поле Зрения Игрушки Которые Подвешивают Родители То есть Не только Взрослые Являются Яркими Динамическими Объектами Но и Игрушки Появляются И игрушки Появляются В такой Зоне Когда Ребенок Может Руками Ногами Двигая Задевать Их Случайно Очень Интересно Помимо Зрительного Слуховой Еще и Тактильный Контакт Бывает Это Привлекает Ребенка Становится Возможным Более Плотный Контакт С предметом И Постепенно У ребенка Формируется Связь Глаз Рука Ребенок Тянется К предмету Глаз Контролирует Сначала Не очень Умело Но Практика Великое Дело Раз от Раза Все более Успешное Движение И вот Так Начинает Развиваться Зрительно-моторная Координация Помимо Развития Движений Таких Глаз Или Глаз Рука Развиваются И способности Различительные Ребенок Может Различать Формы Предметов Цвета Уже Привлекает Разнообразие Предметов И Постепенно Вот эти Все Свойства Возможности Соединяются В его Способность Использовать Зрение Как Источник Информации Как Способ Познания Зрительный Какое Поведение Ребенка Может Свидетельствовать О том Что У него Имеются Какие-то Нарушения Зрения Во-первых Мы должны Сказать О том Что Наблюдаемое Неблагополучие Должно Быть Регулярным То есть Ребенок Всегда Так Ведет Себя Всегда Он Делает Таким Образом Независимо От Освещения От того Какой Предмет Ему Демонстрирует Устойчивое Поведение В определенных Ситуациях Мы Можем С трех Месяцев Уже Обнаруживать Что Ребенок Не Смотрит На нас Не смотрит В лицо Матери Трудно Найти Глазной Контакт С ним Ребенок Отводит Взгляд Это Может Вызвано Тем Что ему Некомфортно На этом Расстоянии Смотреть Маму Важно Очень Поиграть С расстоянием И Предоставить Ребенку Возможность Обнаружить Мать Подставляя Лицо Под лицо Ребенка Под взгляд Ребенка Ловя Его Взгляд На разных Расстояниях Вдруг На каком-то Расстоянии Вам Удастся Это Сделать Тогда Вы сможете Смело Этим Пользоваться Но С врачом Необходимо Это будет Обсудить Вот это Расстояние На котором Вам Удалось Поймать Взгляд Ребенка Дальше Какое Может быть Неблагополучие Ребенок Не прослеживает За предметом Быстро Теряет Его Мы можем Объяснить Это Небольшой Небольшой Небольшим Полем Зрения Ребенок Вышел Из поля Зрения Ребенок Его потерял Но Отсутствие Плавного Перемещения Взгляда За предметом Импульсивные Скачкообразные Действия Глаз Уже После Трех Месяцев Они Все-таки Должны Заменяться Плавными Движениями Глаз Содружественными Движениями Глаз Это Тоже Есть Повод Обратиться К врачу Ребенок Не замечает Предметы Которые Находятся Чуть Сбоку От Основной Линии Взора И Требуется Практически Подставлять Под взгляд Ребенка Чтобы он Мог Обнаружить Это Говорит О том Что у Ребенка Может быть Сужено Поле Зрения Году У ребенка 90 градусов Может быть Поле Зрения Это норма Но она Она позволяет Ему Видеть Перед собой Предметы Достаточно В хорошем Диапазоне Расстояние Приличное И предметов Может быть Перед ним Много Но ребенок Обращает Внимание Только на те Которые 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 Непосредственно Перед Ним Стоят Это Тоже Повод Для того Чтобы Обратиться К врачу Офтальмологу Обсудить С ним Это поведение Ребенка Далее Ребенок Уже Становясь Старше Выполняет Более сложные Задачи Требуются Более точные Движения При постройке Башенки Когда Кубик на Кубик Ребенок Кладет Или Когда Ребенок Пытается Вложить В емкость Какой-то Предмет Положить На стол Какую-то Какую-то Игрушку И ему Это удается Через раз Или Он делает Несколько Попыток Конечно Зрительно-моторная Координация Развивается Постепенно Но Вот такое Частое Проявление Неудач Требует Внимательного Отношения Необходимо Обсудить Это С офтальмологом Ребенок Неуспешно Совершает Точные Движения Зрительно-моторная Координация По какому-то По какой-то Причине Страдает Можно Конечно Здесь Отнести Еще На то Что Ребенку Не важен Результат Не важен Качество Выполнения Но Лучше Проявить Бдительность В этом вопросе Будет Не лишнее Когда Ребенок Начинает самостоятельно Ходить Понятно Что первые его шаги Очень неловкие Что он часто спотыкается Падает Не замечает предметы Которые у него под ногами Но Здесь Внимательный Родитель Всегда Увидит В каком положении При каких условиях Ребенок Спотыкается Если ребенок Поднимая Ногу Регулярно Не может Поставить На ступеньку Выше стоящую Ножку То Конечно Частое такое Поведение Говорит о том Что ребенок Не соизмеряет Расстояние Высоту Вот этой ступени И здесь Вопрос о том Что у него Нарушение Двигательное У меня сомнение Может вызвать Скорее всего Это Вопрос К офтальмологу Не лишне Проверить Вот это Его способность Во-первых Видеть двумя глазками Мы говорили Про бинокулярное зрение Которое позволяет Нам эту глубину Смотреть Кроме того Родители Заметят Что ребенок Рассматривая Игрушку Может поворачивать Голову Каким-то Определенным Способом Об этом Мы с вами Говорили В начале Беседы Когда Про поле зрения Разговор У нас шел Чтобы увидеть Что-то При помехах В поле зрения Ребенок Установку Головы Делает Определенную Чтобы Увидеть Предмет Когда он делает Это часто Когда он делает Практически всегда То Нам надо Быть с этим Очень внимательным Обратиться К офтальмологу Рассматривает Предметы Мелкие На очень близком Расстоянии То есть Подносит Практически Прямо К носу Предметы Понятно Что ребенок Маленький Ребенок Он По своей сути Имеет Гиперметропическое Зрение Дальнозоркое Ему плохо Видно И очень близко И очень далеко Но постепенно У него становится Глаз соразмерным С ростом Тела Глаз становится Соразмерным Но Когда ребенок Рассматривает Предмет И подносит его Близко к глазам Для нас Это сигнал Надо Обратиться К офтальмологу Проверить остроту зрения Это вот Основные Признаки В поведении Ребенка По которым Мы можем С вами Заподозрить Пока только Заподозрить Какое-то неблагополучие В развитии Зрительной системы Но это Важно Сделать Именно В первые Годы жизни Ребенка Чтобы Если вдруг Подтвердится Наше опасение Оказывать ему Помощь сразу же Хорошо Представим Что мы Выявили Какое-то Нарушение Как дальше Помогать Ребенку И учить его Ориентироваться В пространстве И как бы Ну Использовать Свои возможности По максимуму Действительно Вопрос Уже Стоит о том Что Если вылечить Нельзя Можно помочь Ребенку Организовать Своё познание Мира Познание Окружающего Его Социума С помощью Того Нарушенного Зрения Я бы хотела Вот сейчас Обратить Внимание На ту Категорию Детей Которые Меньше всего Наверное Известно Нашим Слушателям И было бы Интересно Узнать А как Все-таки Происходит Развитие Слепого Ребенка Который Не может Зрительным Образом Отражать Действительность Нашу И Может ли Он Действительно Полноценно Развиваться И познавать Мир Давайте Остановимся Тогда На Способах Помощи Слепым Детям Первых Лет Жизни Здесь Очень Важно Понимать Что Когда мы Говорим О развитии Психическом Ребенка Мы Говорим О том Что Нет Каких-то Специфических Законов Развития Для Слепого Для Ребенка С нарушением Слуха Ребенок Любой Ребенок Развивается Так же Как его Сверстник Универсальной Закономерности Развития Но Нарушения Вносят Специфику В Способы Восприятия Мы Привыкли Действовать Определенным Способом Мы Привыкли Определенным Способом Общаться Если мы Видим Друг Друга Это В нашей Культуре Мы Смотрим Друг На Друга Киваем Головой Улыбаемся И Нам Не Надо Слов Мы Понимаем Что Мы Готовы С друг Другом Общаться Если Я Вам Показываю На Расстоянии Предмет Вы Понимаете Что Я Хочу Вам Продемонстрировать Продемонстрировать Его Свойства И Вы Понимаете Меня Без Слов А Если Ребенок Видеть Не Может Значит Он Не Может Отражать Мир Так же Как Я Как Вы Если Он Не Может Видеть Значит Он Не Может Познать Суть Предметов Не Может Познать Суть Отношений Вот Здесь Вопрос Такой Возникает Закономерный Если Что-то Нарушено Значит Ребенок Уже С нарушением Развития Вот Хочу Сразу Сказать Что Какое-то Заболевание Оно Не Является Причиной Нарушения Психического Развития Напрямую Если У ребенка Нет зрения Это Не значит Что Он Будет Ребенок С Он Может Развиваться Совершенно Обычно Но С той Помощью Которую Ему Оказывают Квалифицированные Специалисты И Причем Оказывают Квалифицированные Специалисты Помощь Не Ребенку Он же Маленький По Его Семье Ну А мы Говорим Обычно О паре Которая Существует На первом Году Жизни Это Пара Мама Ребенок Вот Оказывает Помощь Паре Другой Взгляд На помощь Ребенку Заключается В том Что Ребенок Рождается В социальном Обществе Он рождается Среди Людей И С первых Дней Жизни Он включен В эти отношения В общение Во взаимодействие С людьми И И от Того Как Сложатся Эти Взаимодействия Общение С людьми И Будет Зависеть Как Он Будет Познавать Мир Никто Кроме Взрослого Не Расскажет Ребенку Не Покажет Ребенку Что Ложка Это Предмет Который Медят Что Когда Я Улыбаюсь Значит У меня Хорошее Настроение Именно Это Ребенок Узнает От Близких Взрослых Своих И В зависимости От того Как Это Общение Протекает С первых Месяцев Жизни У Ребенка И Зависит Как Пойдет Его Развитие Дальше Удастся Ли Ему Познать Эти Отношения А через Них И познать Весь Остальной Мир Мы Наблюдали За тем Как Действуют Мамы Маленьких Слепых Детей Со Своими Малышами И Увидели Что Они Действуют Точно Так же Как И Мамы С детьми У которых Нет нарушений Зрения И Оказалось Что Этого Недостаточно Чтобы Понять Что К ребенку Обращаются Что Понять Кто К нему Обращается Вот Слепому Ребенку Нужны Другие Действия И Оказывается Что Действия Которые Заключены В слове Ну Обратились Мы К ребенку С Его Именем Позвали Его По Имени Он Услышит Ее Голос Вот Это Не Срабатывает В первые Месяцы Жизни У Ребенка Звук Голоса И Образ Мамы Еще Не Соединились И Звук Голоса Мамы Это Еще Не Звук Маминого Голоса Для него Это Звук Один Из Многих Который Он Слышит Как Сделать Так Чтоб Слепой Ребенок Во-первых Мог Знать Что К нему Обращаются Что Обращается Его Мама И Что Его Любят О нем Заботятся И Хотят С ним Играть Оказалось Что Для Для Этого Не Надо Сложных Действий Но Нужны Специальные Действия Мамы И Если Мама Будет Действовать Таким Образом То Для Ребенка Вся Ситуация Становится Предсказуемой Становится Понятной Без Зрительных Образов Что Должна Делать Мама Мама Должна Во-первых Находиться Лицом К лицу К ребенку Слепой Ребенок Видеть Не Может Но Он Может Чувствовать Запах Мамы Если Лица Рядом Он Сможет Чувствовать Теплоту Ее Дыхание Он Может Почувствовать Вибрацию Голоса Когда Мама Говорит Или Зовет Его И Вот Эти Все Чувства Позволяют Ему Определить Что Обращаются К нему Что Вот Этот Близкий Человек И Что Он Его Любит Этот Близкий Человек И У Ребенка Запускается Необходимость Возобновить Вот это Приятное Мгновение И Он Хочет Чтобы Мама Снова Была Рядом И Он Начинает Проявлять Активность Он Показывает Маме Что Он Хочет Еще Показывает Конечно Способами Не всегда Понятными Маме Но Тем не Менее Постепенно Мама Начинает Его Понимать Как Действовать И Вот Таких Действий Специальных Которые Позволяют Вызвать У ребенка Активность Именно В общении У мамы Должно Быть Несколько Мама Сама Не Всегда Может Их Найти Здесь Нужен Педагог Который Подскажет Также Педагог Нужен Для Того Чтобы Мама Смогла Понять Действия Самого Ребенка Слепого Как Действует Слепой Ребенок В ситуации Общения Во-первых Он может Отворачивать Лицо От мамы В нашей Культуре Наличие Лица Напротив Обязательные Условия Общения Мы смотрим Друг на друга Мы поворачиваем Лицо К нашему Собеседнику А ситуация Когда мы Отворачиваемся Она говорит Что Общение Заканчивается Все Оно прерывается А почему Ребенок Слепой Отворачивается От лица Мамы Когда она К нему Обращается Можно Интерпретировать Не хочет А давайте Посмотрим На это С другой Стороны Ребенок Поворачивается К маме Ухом Потому что Это значимый Для него Объект Он хочет Лучше Слышать Громче Слышать И Вот такой Жест Говорит Не об отказе От общения А наоборот О том Что ребенок Очень активно Участвует В общении Слепой Ребенок Долго Прислушивается К словам Мамы Он Не реагирует Никак Замирает И Такое поведение Тоже можно Прочитать Как Ну не желание Общаться Ну почему Он не улыбается Почему Он не начинает Произносить Какие-то звуки Да Или радостно Шевелить Руками Или ногами Проявляя Вот это Вот Возбуждение Этого Не происходит Опять же Потому что Ребенок Обрабатывает Информацию Ему надо Очень много Успеть Осмыслить Если это Можно Слово Применить К младенцам Но обработать Информацию Которая Получается Да Она значимая Для него Если была Незначимая Он бы продолжал Те действия Которые у него До этого были И вот Очень важно Понимать Что Такие Действия Ребенка Не всегда Понятны Обычному Родителю Ведь никто Из родителей У которых родился Слепой ребенок Не был готов к этому Никто не Готовится К рождению Слепого ребенка А вот эти приемы С которыми Необходимо К ребенку подходить Они должны быть В первые месяцы жизни В поведении У родителей И вот здесь Очень важно Чтобы семья Оказалась В ранней помощи Чтобы в семье Можно было Оказать эту помощь Чтобы вот это Психическое развитие Ребенка Происходило Тем же способом Что и у зрячего То есть Зрячий ребенок А приори Получает возможность Регулярно видеть маму Ее улыбку То внимание Которое она ему уделяет И слепой ребенок Точно так же С первых месяцев жизни Должен Это же испытывать Почему это важно Потому что мама Из того Близкого взрослого Который ухаживает Который способен Утешить Который способен Накормить Развлечь Принести радость Превращается Постепенно В человека Который Демонстрирует Свои способности Что это значит Только мама Может так Погреметь игрушкой Только мама Вот так весело Может постучать В барабан И перед ребенком Открывается мама Как умелый Человек Который знает Способы разных действий С предметами И вот именно Становится это Важно для ребенка У слепого ребенка То же самое Мама Должна быть Перед ним Проявить себя Как умелый человек Но ребенок же не видит Как мама бьет в барабан Как мама гремит Погремушкой Как он может Получить информацию О том Что происходит А это происходит Очень Тоже просто Тоже через специальные действия Мы заменяем Игрушки Предметы Внешние Ручками ребенка И ножками Ребенка То есть частями Его тела Мама берет руки Ребенка Хлопает в ладоши Весело поет Совершает различные движения Потягушки Тянет Хлопает Трясет ручками И ребенок понимает Что когда мама Это с ним делает То получаются движения Более ритмичные Весело Приятно Хорошо Давай-ка мама Еще будем это делать И он начинает Проявлять Вот эту активность Которая позволяет сказать Ребенку нравится Взаимодействовать С мамой Вот таким способом Ему понятно Что мама делает Потом мама Точно таким же способом Вносит предмет Вот в эту ситуацию Веселое общение А теперь мы хлопаем Не рукой об руку А по мячику И получается Что ребенок Уже вот в эту веселую Веселую ситуацию Включает предмет И он понимает Что мама тоже С этим предметом Так же действует Звук одинаковый Мама хлопает Ребенок хлопает По предмету Звук одинаковый Перед ребенком Открывается Смысл Происходящего Действия И таким образом Ребенок Начинает Понимать Что не только Он действует Но и другой человек Так же может действовать Дальше Задача Ребенка Усложняется Уже в раннем возрасте Ребенку надо познавать Предметы Исходя из их назначения Как ребенок Это может сделать Как он может увидеть Как мама Ест из ложки Как он может увидеть Что папа Закручивает Банку Другие разные Способы Действия с предметами Ребенок Так же не может Увидеть А как он будет Познавать Что происходит С предметами Как с ними Действовать И вот тут Встает вопрос О том Что сначала Ребенок Начинает Хотеть Вместе с взрослым Что-то делать И задача Заинтересовать Совместными Действиями Это тоже Очень Длительный Этап И там тоже Очень много Надо действий Делать Которые позволят Ребенку Заинтересовать В совместных С взрослым Действиях Часто Мамы Слепых детей Жалуются Что Ребенок Не может Не дает Вместе с мамой Совершать Какое-то действие Руками Он не дает Свои руки Для того Чтобы взрослый Показал Какое-то действие А если мама Весело играла С ребенком Вот так вот И ребенок понимал Смысл веселых действий С его ручками Ножками У него этот опыт есть Он всегда готов Маме дать руки Для того Чтобы мама Какое-то действие Показала Мама стала Для него Тем Партнером По игре Которому можно доверять И этот партнер умелый Он более опытный Он больше знает И может поделиться Своими знаниями Вот когда ребенок Хочет что-то От взрослого Взять То проблему же Чтобы обучить Ребенка Новым действием Чтобы он познал Способы действия Уже не встает Но С предметами Действовать просто Как ребенок Познает смыслы Слепой ребенок Как смыслы Познает происходящего Как он понимает Что происходит дома Ну все скажут По звукам Но опять же Все звуки Должны быть Опредмечены То есть Ребенок должен знать От какого предмета Этот звук происходит Это только опыт Совместных действий Дает Кроме того Ребенок должен быть включен Слепой ребенок Должен быть включен Во всю жизнь семьи Во все действия Которые происходят Сели Все Обедать Ужинать И слепой ребенок Вместе с ними Стирает мама Одежду Загружает ее в машинку И ребенок рядом Он еще не помогает Он еще не выполняет Эти действия Но постепенно Он прикасаясь К отдельным предметам Что-то совместно Со взрослым совершая Он начинает понимать А что происходит Смысл Как только он понял Смысл Что сейчас будет происходить Сейчас мы будем есть Потому что он услышал Звук ложки И он уже тянется Где ложка Ищет тарелку Как он понимает Что он пошел мыться Да По каким признакам По звуку воды Потому что у него Полотенце махровое Там на плече Да Потому что он зашел в ванну В ванной другое Абсолютно Пространство Другая Другая Влажность Он начинает понимать Что сейчас будет происходить Смысл При этом он все это понимает Не видя Откуда это взялось Из того опыта взаимодействия Который ему предложил взрослый Близкий взрослый Мать Отец И потому что они Использовали Альтернативные Пути информации Тактильно Слуховую Температурную Вибрационную И так дальше Чувствительностей Очень много На которые можно Апереться при познании мира Но обратите внимание Мы с вами говорили О предметах Только в Теме общения То есть все Через взрослого Поэтому наша задача Если мы хотим Помочь слепому ребенку Войти в мир Познавать Направить все действия Взрослого На формирование Вот этого Совместного общения С малышом И дальше Усложняя Своё поведение Усложняя задачи Да Мы Приводим к тому Что Ребенок-то Уже может не только С нами общаться С близкими взрослыми Он может общаться Уже с более широким кругом Он выходит в социум Выходит в социум Люди уже начинают С ним делиться Собственным опытом Да Появляются педагоги Появляются учителя Каждый из которых Несет какие-то Новые знания Ребенку И ребенок Таким образом Начинает Опознавать Весь социальный мир В его разнообразии Разнообразие отношений Разнообразие чувств И он узнает Мир Предметов Мир явлений Кажется Мы сейчас разобрались Как ребенка Ну вот Слепого Адаптировать Просто Ну Начать понимать Откуда идут звуки Что за вещи И к чему они Принадлежат А как научить Ребенка социализировать Как научить Ну вот Даже Как научить ребенка Говорить Если он не видит Хороший вопрос Потому что Мы используем Речи Для чего Для общения с кем-то Если у ребенка Есть потребность Чтобы взрослый Был с ним рядом Поверьте Ребенок Найдет способ Как сообщить ему Сначала звуками Отдельными А потом Какими-то Сочетаниями Звуков Потом уже Первые слова Пойдут А для ребенка Будет понятно Что любой его сигнал Он принимается Взрослым Тем взрослым Который с ним рядом Ну Воспитывает его Если у ребенка Сформировано Вот это первое общение Которое основано На эмоциях И пока еще Не речевое Если оно есть То Вариантов У ребенка С речью Быть не может Речь у него Будет обязательно Ему нужны Будут способы Которыми Он сможет Призывать Взрослого Речь Это самый Действенный Способ Часто Очень говорят О том Что Дети С нарушением Зрения Проблемы Имеют С нарушением Речи Это Те дети Которые Не знают Кому Обращаться Которые Не представляют Кто с ним Общается У которых Нет опыт Такие дети Тоже есть И Вопрос Здесь не в том Что ребенок Не умеет Говорить У него нет Потребности В том Чтобы Произносить И Задача Уже Взрослого Если такая Ситуация Случилась Вернуться К эмоциональному Общению Все начинается С него С этих Отношений Первых Эмоциональных Еще не Речевых Как вы Считаете С какими Главными Трудностями Сталкиваются Люди И дети С нарушением И Что мы Как Общество Как Трудности Мы Можем Им Помочь Преодолеть Или Каких-то Трудностей Избежать Слепые дети Находясь В привычных Условиях Уже Не испытывают Трудности Ни при Перемещении В пространстве Ни в действиях С предметами Которые Им Знакомы Ни В общении С теми Людьми Которые Регулярно Окружают И только Попадая В новые Условия В новое Помещение В новый Коллектив Дети Начинают Испытывать Сложности Первая Сложность Которая Возникает Это Как узнать Кто с ним Общается Как узнать Кто находится В помещении И здесь Конечно Ведущую роль Играет Тот взрослый Который Находится Рядом С ребенком Во-первых Подходить Молча К ребенку Нельзя Необходимо Подать голос У ребенка Уже есть опыт Восприятия Голосов Он возможно Узнает Того человека С которым Он общался Ранее Если этот Человек Ему Не знаком Он будет Знать Что подошел Кто-то Новый Есть повод Познакомиться Но в любом Случа Это делают Взрослые По отношению К ребенку Если в помещении Находятся Другие дети То Надо Объяснить Ребенку Кто находится Что они делают Далее Трудность Возникает В узнавании Пространства Ребенку Надо узнать Пространство Где он Находится Что в этом Пространстве Есть И Если ребенок Чуть постарше Он дошкольник Уже Или школьник У него есть Некие способы Которыми он владеет При познании Пространства Он может пройти По периметру Он может пройти По каким-то Определенным маршрутам Чтобы узнать Где он И как И что Пространство Себя представляет Но Если мы говорим О малышах То конечно же Малышу Узнать Где он Находится Достаточно Сложно Он еще не владеет Способами Познания Пространства И на самом деле Ему совершенно Не важно Что в этом Пространстве Находится Сколько шкафов Там есть ли окна Ему важно Для чего это Пространство Важно назначение Это игровая Что в игровую Важно Какой-то предмет Игрушка Большая И вот важно Очень чтобы Ребенок Заходя в помещение Мог понять Для чего это Помещение По тому предмету Который в нем Находится Постепенно Когда ребенок Будет вновь Приходить в это Помещение Он будет постепенно Узнавать Что находится Где находится В каком расположении Находятся предметы И постепенно Перед ним Это пространство Начнет Раскрываться Еще очень важно Понять Что ребенок Не может видеть Объем пространства Как объем пространства Мы можем Ребенку дать Вы когда-нибудь Кричали В пустом помещении Бывал Бывал Вот эхо Нам дает Возможность Ощутить Пространство В маленьком пространстве Звук будет Тусклый Большое пространство Звук будет Более объемный Более сильный А если мы Выйдем из помещения Допустим На лестничную клетку Абсолютно пустую Эхо там будет Просто волшебным И вот По таким звукам Ребенок слепой Может обнаружить Предметы Обнаружить Пространство Обнаружить Взрослых И Перед ним Это пространство Будет Как будто Он его видит Оно ему будет Понятным Другое дело Что Трудности испытывают Не только Сами слепые дети Но и Те взрослые Которые Их окружают У которых Нет опыта Взаимодействия С Лицами У которых Нарушено зрение Не знают Как подойти Как сказать Как помочь Хочется А не знаем Как Вот Необходимо Рассказать О нескольких Правилах Взаимодействия С людьми Которые Не могут видеть Независимо от того Взрослый Это человек Или Ребенок Первое правило Не подходить Молча То есть Начать разговор Издалека И разговаривая Подходить Таким образом Вы даете Понять Ребенку Или взрослому С нарушением Речи С нарушением Зрения Что вы Приближаетесь К нему И вот По той Эхолокации Взрослый Или ребенок Может судить О расстоянии Которое Вас разделяет Собеседником И по звуку Ребенок Человека Что к нему Сейчас будет Прикасаться И к какому месту Именно Прикасаться С маленькими Все просто Маленькому Ребенку Можно подуть На ручку И потом Взять Эту Руку Ребенок Будет Предупрежден Что Сейчас Будет Происходить С его рукой Можно Подуть На лоб Перед тем Как надевать Шапку Или прикоснуться Для того Чтобы расчесать Ему голову Он тогда Будет Понимать Что Будет Происходить Ребенок Который Понимает Уже Речь Хорошо Да Ну вот Этому Ребенку Можно Сказать Что Сейчас Я возьму Твою руку Или Сейчас Я буду Надевать Тебе Шапочку На голову И он Будет Уже Понимать Куда Будут Прикосновения Взрослого Направлены Какие Еще Правила Для Зрячих Людей Чтобы Они Понимали Как Взаимодействовать С лицами С нарушением Зрения Если Вы Находитесь В одном Помещении С Ребенком Или Взрослым Слепым Не Разбрасывайте Свои вещи Рюкзаки Сумки Не Оставляйте На Проходах Человек Который Не Может Видеть Может Легко Споткнуться Если Предмет Мебели Расставлен В Определенном Порядке И Все Знакомы С этим Распорядком И Положением Мебели Нельзя Переставлять Даже Стул Без Предупреждения Без Объяснения Обычно Хорошо бы Что предметы Стояли на своих местах Не перемещались Какие еще правила Поведения Мы должны знать Как вот Зрячие люди Если про помещение Мы говорили Что может быть С незнакомым Человеком Как взаимодействовать С человеком На улице Если вы Увидели На улице Человека С белой Тростью Понимаете Что это Человек Слепой Ваше Первое Желание Прибежать На помощь Это Делать Нежелательно Если человек Сам не попросил Помощи Даже Если человек Идет По вашему Мнению В какое-то Опасное Место Лучше Не хватая Его Предупредить Что там Куда идет Этот человек Какое-то Препятствие Но в любом Случае Если человек С тростью Он может Сам определить Где яма Где забор Где Любое Другое Препятствие И Нельзя Человека С белой Тростью Хватать За руку И оттаскивать От какого-то Места Перемещать Его Без Предупреждения У каждого Человека С белой Тростью Который Вышел В большое Пространство Вышел В город Составлен Маршрут По которому Он действует По которому Он перемещается Этот маршрут Построен С учетом Каких-то Определенных Ориентиров Он Простроен В голове У человека Нельзя Вмешиваться И менять Его маршрут Потому что Найти быстро Тут ориентир От которого Вновь Можно Простроить Маршрут Достаточно Сложно Итак Мы должны Понимать Что Любая помощь Должна Быть Востребована Правда ли что При ослаблении Зрения У человека Как В супергеройских Фильмах Включаются И усиляются Другие органы Чувства Этот вопрос Исследователи Пытались Уже сто лет Назад Выяснить Они изучали Чувства Слепых Людей Тактильное Слуховое И не обнаружили Усиления Каких-то способностей В этой сфере Вероятно Это происходит Утверждение Что действительно Слепые Или Люди С нарушением Зрения Более тонко Слышат Более тонко Чувствуют Прикосновения Из-за того Что Этим людям Приходится Регулярно Использовать И слух И тактильную Чувствительность То что Находится в работе Всегда лучше Развито Если бы Вы поставили Задачу Развить свой слух Или ориентироваться По слуху То вы Я думаю Через месяц Слышали бы Те звуки На которые Вы раньше Не обращали Внимания Они были Для вас Безначимыми Важно Понимать Что Слепые Люди Или люди С нарушением Зрения Обладают Такими же Способностями Как и все Остальные Не больше И не меньше И так же Развивают Свои таланты Как и все Остальные И последний Вопрос Который Я хочу задать А может ли Ребенок С нарушением Зрения Жить обычной Жизнью Такой Как мы Сказать Что Может Я могу Со стопроцентной Уверенностью Почему Потому что Действительно Ранняя помощь Система образования Система профессиональной Подготовки Дает Все возможности Ребенку Проявить Свои Качества Развить Все свои Возможности И Понятно Что Чем раньше Помощь Начнет Оказываться Ребенку Тем более Благополучным Будет его Развитие Более Наполненной Будет его жизнь Разными Событиями Такими же Как у всех Всех остальных Детей Но Мы должны Не забывать Что Что Мы подразумеваем Под обычной Жизнь Обычные Радости Хобби Жизненную Траекторию Когда мы Строим Планы Что после Детского Сада Мы пойдем В школу После школы Мы пойдем Допустим В вуз После вуза Мы пойдем Работать Мы заведем Семью Да Вот если Вот такой Такую Траекторию Рассматривать То конечно Много Примеров Того Как Люди У которых Нарушено Зрение Заканчивают Высшие Учебные Заведения Заводят Семьи Детей И могут Полноценно Трудиться Полноценно Жить Точно так же Как Все их Сверстники Как Соседи Вопрос Много Ли таких Людей В моем Окружении Много Я очень Горжусь Знакомством С такими Людьми Я очень Горжусь Тем Что мне Выпала Возможность Не просто Познакомиться С ними А прикоснуться К их жизни Узнать Как они Живут И я испытала Большое восхищение От того Что они Умеют делать Сравнивая Свои возможности С их Возможностями Сравнение Было не В мою Пользу Вот поверьте Важно Начинать Рано Помогать Точно Чтобы Эта помощь Была Со стороны Не только Семьи Но и Государства Но и Всех людей Которые Окружают Этого Ребенка И я думаю Что никаких Препятствий К построению Вот такой Обычной Человеческой Счастливой Жизни Нет Татьяна Спасибо большое За этот Прекрасный Разговор Мне кажется Что я Что наши Зрители Узнали За сегодня Очень много Нового Спасибо вам Спасибо вам За внимание Очень рада Была Разговора Нашему Друзья А мы ждём Ваших комментариев Что-то Может вы Не так сказали Или так сказали Или чего-то Не договорили Пишите свои вопросы Давайте там Общаться Ставьте лайки Или дизлайки Если вам Всё это Не понравилось И поддерживайте Дело Просвещения Рублём На нашем сайте Ссылочка В описании Больше Подробностей Про Детей И мир Особенного Ребёнка Вы можете Тоже увидеть На нашем сайте В нашем Замечательном Новом Проекте Спасибо вам Спасибо Татьяна И до новых Встреч Пока-пока